Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ президент! Поздравляю вас с праздником Победы! Ура! 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 Праздничный визит в Парк Победы президент начинает с приветствия курсантов военных училищ. Бок-у-бок с ними и сами защитники Родины. Рустам Мениханов поздравляет ветеранов республики. Память павших героев традиционно чтят с цветами к вечному огню. Букеты из роз и гвоздик вместе с президентом оставляют у монумента Ментимер Шаймиев, Фарид Мухаммедшин, Алексей Песошин и Ильсур Медшин. Цветы несут их к памятнику скорбящим матерям и вдовам. А под звуки барабанов кадетского ансамбля президент отправляется к атомной подлодке. Поздравить служащих Москового флота. Добежать! Готовься! Блин! Память павших героев сегодня почтили и на Арском кладбище. Премьер-министр республики Алексей Песошин возложил цветы к воинским захоронениям и обелиску в память погибшим в годы Великой Отечественной. Здесь похоронены солдаты, умершие в госпиталях Казани, военнослужащие Казанского гарнизона и воинских частей. Почти 1200 человек. С самого утра венки и букеты и на Архангельском кладбище. Фарид Мухаммедшин возложил цветы к монументу воин и камню в память о солдатах-иностранцах, умерших в госпиталях Казани. Ведь победа интернациональна. Эта великая память в народе живет и передается из поколения в поколение. Через вот такие памятные дни восстанавливаются могилы, приводятся в порядок обелиски и не только в крупных городах, но и в селах, деревнях. Целый день татарстанцы будут нести цветы не только к памятникам и монументам, но и к могилам своих дедов и прадедов. Ведь у каждого есть кого вспомнить сегодня. Лена Зинатольевна, Ренат Сафин, Ильшат Мухаммедов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.